Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле, этой технике уже более 30 лет и была создана в Японии. В общем, когда я увидела первый раз это в интернете, на фотографиях, не могла поверить, что эти цветы не настоящие, сделаны из полимерной глины. Начала интересоваться, что это, как это сделано было, и узнала, что это было создано в Японии. Но научиться этому можно также и в Петербурге. И так как в Латвии еще никто не занимался подобной техникой, и никто подсказать мне не мог, как это создается, поэтому я отправилась в Петербург к мастеру Юлии Корнуковой, где научилась создавать такие цветы. Училась я примерно полгода, приезжала в Петербург, обучалась, дальше дома совершенствовала, повторяла. И уже со временем на вакуум пришел. А есть спрос здесь, в Латвии, на такие цветы? На самом деле, с каждым годом спрос растет, и меня это очень радует. Изначально я больше работала за границей, с Европой, с Америкой, но сейчас уже популярность приходит и в Латвию, где наша работа начинает ценить и понимать, что это такое за цветы, для чего они. В общем, я этому рада очень. Марина, а украшения на шее-то тоже сделаны из этого материала? Да, да. И самое интересное, что может показаться, что цветы достаточно по весу должны быть тяжелыми, но они практически ничего не весят, и даже букеты, они гораздо легче, чем букеты из живых цветов. Но очень легкие. Да, вот это вот неожиданно так вот на самом деле. Также и украшения тоже практически невесомые, не чувствуешь их. Марина, можете ли вы нас научить создать какой-нибудь цветочек или хотя бы маленький элемент? Хорошо, мы сейчас с вами попробуем создать розу. Я уже тут смешала во время разговора белую глину вместе с цветной, да, с красной. И сейчас вот вмешаю до конца, и мы начнем с вами лепесток за лепестком создавать цветок. Значит, для этого нам необходимо вначале поделить глину на 12 кусочков. Да, но я как бы начну немножечко, да, вот поделю. И из каждого комочка мы должны создать лепесток на руке, мы должны его размазать пальцем большим. Вот таким образом. А из пластилина это делать нельзя? Ну, пластилин... Учиться на таком детском современном. Можно попробовать, но это на самом деле не советую, потому что пластилин, он немного более упругий. И он такого не позволяет, возможности пластилина ограничена по сравнению с этим материалом, поэтому лучше сразу... Во-первых, этот материал не липнет? Он не липнет, да. И вот такой вот лепесточек мы создаем, да. Значит, вы тоже можете взять кусочки. И мы сейчас с вами будем лепить. Состав глины очень схож с составом бумаги, и поэтому цветы, когда они высыхают на ощупь, похожи на плотный картон. И также вес у них, поэтому очень легкий. А сколько требуется времени человеку, чтобы научиться делать не просто лепесток, а создать уже настоящий цветок? На самом деле, уже после трех-четырех занятий в нашей студии, наши ученики уже умеют создавать композиции. Пусть небольшие, да, но все равно, если есть желание, то можно научиться уже буквально за два-три занятия создавать какие-то определенные цветы. А куда покупают такие цветы? Куда заказывают, делают? В основном это свадебные изделия, это букеты, это также бутоньерки, это броши и различные заколки, да, которые, чтобы... Вот на свадьбе, например, получается так, что весь день невеста ходит с букетом, и к концу вечера, да, он уже такой подвявший. А этот букет остается на всю жизнь. Поэтому в основном это, конечно, свадьбы. Также оформление интерьера. Какие ваши любимые цветы, созданные именно из этого материала полимерного? Мне очень нравятся ландыши. Они маленькие, такие мелкие и как бы очень-очень реалистичные. А живые цветы вы любите? Живые цветы люблю, да. Но предпочитаете? Ну, на самом деле, это абсолютно как бы разные вещи. Здесь мне больше нравится процесс создания как бы этого всего, а живые цветы, чисто эстетически, мне очень нравится на них смотреть, как они распускаются, как растут. Вот. Ну, у нас лепесточки готовы, теперь мы будем собирать. Первый лепесточек мы скручиваем в трубочку. Дальше добавляем вокруг нее вот первые трубочки, да, остальные лепесточки. А мастер-класс вы даете? Есть ли у вас ученики, которые... Да, да, у нас достаточно уже много учеников в нашей студии, и они делают свои успехи. Я очень горжусь ученицами нашими. И на самом деле в Латвии очень талантливые девушки, женщины. Здесь ограничения по возрасту нет. А мужчины у вас тоже есть? И мужчины есть. Да. Ну, это для собственных нужд, то есть люди ходят. Ну, то есть просто ради своего интереса, чтобы сделать... Какой-то у меня розничка получилась. У меня вообще только... На самом деле все по-разному. Кто-то просто провести время приятно приходит. Кто-то научиться именно чему-то новому, и как бы возможно создать на этом какое-то свое дело. Видите, процесс очень увлекательный и веселый. Сейчас попробуем, значит, мы показать, что... Ну, сверху похоже на розочку. У меня не похоже. Посмотрите, вот пока мы беседовали, пока мы беседовали, да? Вот розочка практически уже расцвела. У меня она зацвела, наоборот. Нет, ну как, неплохо получилось. А у тебя что получилось? У меня ничего не получилось. У меня остался один лепесток, который я не сумел даже скрутить. Ну, мы сейчас еще... Я нервничаю, поэтому у меня не получилось. Я тоже нервничаю. Так, мне кажется, у меня бы получилось что-нибудь. На самом деле здесь следует так, что необходимо, чтобы вам инструктор помогал, да? Потому что с первого раза вот так вот посмотреть, это достаточно сложно повторить, да? Поэтому необходимо уделить время, чтобы посмотреть и несколько раз делать одно и то же действие. Прямо вообще настоящий. Я знаю, что эту глину поставляют из Японии. Даже написано, вот не по-английски. Да, да. Это же дорогое удовольствие это из Японии. Удовольствие не дешевое, в принципе, да. Но оно как бы того стоит, результаты красивые получаются. Поэтому, в общем, да. А вот есть еще такие техники сохранения живых цветов. Тоже китайская, по-моему, или японская техника. То есть их бальзамируют. Стабилизация цветов. Такая тоже есть техника. Интересные букеты красивые получаются тоже из этого. Они практически тоже живыми остаются, такими, как природа создала их. Как правильно ухаживать за такими цветами? Нужно как-то? Главное не поливать, потому что глина боится воды. А стараются люди поливать? Это у нас такая шутка, да? Когда мы букет отдаем заказчику, обычно я говорю, что как ухаживать? Главное не поливать. И если вдруг запылился, то можно феном продуть просто пыль. Она легко-легко оттуда сдувается. Вот. И не прилипает. Спасибо, Марина, что принесли в нашу студию настоящую весну. Уже по-настоящему стало весенним. И весеннее настроение стало у Екатерины Сафроновой, которая все продолжает заниматься. Сейчас она может испортиться, потому что у меня не получается розочка. Приходите к нам на обучение, обязательно вас научу.